Здравствуйте, друзья! Друзья, сзади как слышно, вот кому хорошо слышно, поднимите ручку, пожалуйста, чтобы я видел. Отлично. Я рад вас приветствовать всех на форуме. Это действительно та сеть, где можно в режиме каворкинга, в режиме общения построить коммуникацию, собрать просто чемодан идей, чтобы потом прийти с ним в офисы и все эти идеи реализовать. Сегодня мы с вами поговорим о CPA-маркетинге. Почему маркетинг, а не реклама? Потому что, работая по модели CPA, мы не просто размещаем рекламу для того, чтобы получить результат. Мы строим систему коммуникаций. И эта система коммуникаций потом должна принести нам осознанный бизнес, какой-то финансовый результат. То есть мы строим такой маленький мирок коммуникаций с CPA-партнерами, с Blackjack и плюшками. И потом от этого сотрудничества мы хотим увидеть осязаемый, правильный, выгодный вам результат. Людей, в принципе, много собралось. Скажите, пожалуйста, кто до сих пор не верит, что CPA-маркетинг работает? Кто не верит? Отлично, такие люди есть. Хорошо. Давайте мы вот прямо сейчас, прямо с вами запустим просто небольшую партнерочку. Внимание, девушки, есть бутылочка Асти Мартини. Кто хочет бутылочку Асти Мартини? Отлично. Смотрите, я запускаю оффер. Я предлагаю бутылочку Асти Мартини для одной из девушек. Теперь, парни, скажите, пожалуйста, кто хочет, чтобы его сейчас вот абсолютно бесплатно поцеловала девушка? Ручки выше, не стесняйтесь, весна все-таки на дворе. Вот. И у нас есть парень, который хочет, чтобы его поцеловала девушка. Оффер заключается в том, первая девушка, которая целует парня, получает бутылку Асти Мартини. Поехали. Вот. Девушка, возьмите, это ваше. Я вам сейчас пакетик еще к нему дам. То есть вы понимаете, что партнерский маркетинг работает. И как он работает? Девушка получила бутылочку Мартини. Парень получил поцелуй. А я просто отдал бутылочку Мартини за то, чтобы привлечь ваше дополнительное внимание. Теперь все-таки о CPA поговорим, как это работает в интернете. Тяжело. Оп, кликер не работает. А, нет, работает. Все-таки нельзя говорить о CPA абстрактно. Нужно всегда показать какой-то пример. Я покажу этот пример на примере нашей компании MoneyWell. То есть вы увидите черный ящик, который сейчас транслируется в видео. Нажмите, пожалуйста, play. Буквально 15 секунд о том, как работает наш сервис MoneyWell.ua. То есть, вроде бы вот такая простая идея, как говорит Олег Теньков, смузи, коворкинги, все дела. Но к чему мы пришли за год работы с этой идеей? Ежемесячный оборот десятки миллионов гривен. Вошли в топ-30 стартапов по версии Investment Day в 2014 году. И каждая шестая продажа осуществляется при помощи партнерского маркетинга. Кому будут полезны, в принципе, CPA программы? Здесь все зависит не от товара, который вы продаете, не от компании, которую вы представляете. Тут все напрямую зависит только от вас. Один мой знакомый сказал, что нет full-time job и нет part-time job. Но есть full-hard job и part-hard job. То есть, независимо от того, сколько времени вы уделяете работе, если вы уделяете ей все сердце, у вас все получится. Если вы не готовы уделять ей все свое внимание, все свое сердце, то у вас не получится все так хорошо. И точно так же эта система работает и наоборот. То есть менеджерам, которые сидят на ставке, считают, что от них ничего не зависит, конечно, у них никогда ничего не получится. За 7 лет в маркетинге, уже, в принципе, такой более-менее нормальный срок, я знал много людей. И вот некоторые из них говорили, от меня все равно ничего не зависит. Вот уже годы прошли, но, как ни странно, от этих людей до сих пор ничего не зависит. То есть вот такая идея, которую я хочу, чтобы вы заложили в свою голову. Чем больше у вас мотивации, чем больше у вас вот этой энергии, направленной на созидание. Тем большего вы сможете достичь. Давайте запустим небольшой тест на проактивность. У меня есть вот купюра в 500 гривен. Кто хочет 500 гривен? Блин, вот всегда есть люди, которые реально просто не могут руку поднять. Кто 500 гривен хочет? Бесплатно. Отлично. Смотрите, меняю 500 гривен на 200. Купюру в 500 на купюру в 200. Купюру в 200 меняю на купюру в 100, но уже не вам. Ребята, деньги раздаются просто на ваших глазах. Вы оп, сотку на полтосик. Пожалуйста. Полтинник бесплатно отдаю. Ну, девушки, пожалуй, уступили. Я вам еще в этом дам. Вот. То есть вы увидели, что мотивация работает. Это все такие штуки, которые вот действительно работают. Спасибо большое. Вот видите, как хорошо. Пришел с шампанским, деньги раздал. И вам хорошо, и мне нормально повеселились. Вот. Теперь давайте про CPA все-таки. Как запустить оффер? Первой вот отправной точкой нужно определиться, что для вас является ценностью, что для вас является той конверсией, за которую вы готовы заплатить деньги и которая вот принесет вам финансовый результат. Потому что вебмастера вам дадут определенное количество конверсий, они вам, например, не нужны были. Поэтому это вот та отправная точка, тот старт, с которого вам нужно начинать. Далее все очень просто. Вам нужно выбрать партнерскую программу. Вот я специально не хочу их пиарить, потому что вот Google есть список партнерских программ в Украине, он вам все лучше расскажет, чем я. Кто делает, как делает и зачем и почему. Дальше мы выбираем виды трафика, делаем лендинг, запускаем, практикуем, оптимизируем все это. И вот как раз в следующей части презентации я расскажу, как, собственно, вот это все делать. Сколько платить за лид? Самый популярный вопрос, потому что люди думают, ну вот, приведут мне вебмастера трафик, а сколько я им должен заплатить? Буду я им 10 гривен платить, а трафика реально нет. То есть как узнать, сколько стоит платить вебмастерам за лид? Внизу указана формула. Если по-простому вы берете, например, в AdWords или в любой тизерной сети, или в SEO-оптимизации, если вы реально сами закупаете ссылки, знаете, сколько это стоит. Вы берете тотальную стоимость своего самого затратного, не брендового запроса и делите на количество транзакций. Таким образом вы примерно понимаете, за сколько будет приводить людей вебмастер. То есть если это знаете вы, и вы это на практике уже сделали вебмастер, ну, ничем другим не будет заниматься, он примерно теми же каналами будет приводить вам людей. Виды трафика, которые могут влиять на ваш бренд. Я работал вот как в стартапах, так и в системных компаниях, поэтому я знаю, что очень важно для системных компаний это вот брендинг, когда вебмастера могут как-то вот своими материалами испортить имидж бренда. Поэтому все виды трафика, которые представляют вебмастера и партнерские программы, я разделил на два условных типа. Те, которые могут на имидж влиять и те, которые могут влиять на финансовые результаты. На имидж влияет баннерка, контентные площадки, тизерная реклама, поп-ап и поп-андер. То есть если у вас крупная системная компания, и вы не хотите, чтобы это как-то ударило по вашему имиджу, просто на вот эти вот виды трафика вы предоставляете свои креативные материалы. То есть вы говорите, вы не можете создавать свое, мы вам даем баннеры, мы вам даем лендинги, вы работаете только по ним. Таким образом вы защищаетесь от возможного негативного эффекта CPA сетей на имидж вашего бренда. Вторая подгруппа – это финансовые результаты. Сюда я записал контекстную рекламу по бренду, мотивированный трафик и кэшбэк. Если у вас, например, школа английского, и вы платите за заявки, в любом случае нужно исключать мотивированный трафик, потому что вебмастер напишет 10 своим друзьям, заполни заявочку, я получу деньги, с тобой как-то поделим. В общем, вы не получите покупателей, а заплатить за них все равно придется. И таким образом вы можете потенциально разочароваться в CPA сетях. Если у вас оффер такой, который вы не можете четко оттрекать, или вы платите не за продажу, а за какое-то действие, более высоко стоящее по воронке продаж, я рекомендовал бы вот эти виды трафика отключать. Как оптимизировать оффер? Здесь все очень просто. Мы берем классическую воронку продаж, которая там просмотры в переходы, переходы в конверсии, конверсии в повторные конверсии, и разбираем ее по узким местам. Если у вас даже просмотров мало, скорее всего, что у вас низкая ставка за лид. Попробуйте вот поиграться ставкой за лид, попробуйте поиграться форматами оплаты. Возможно, вам нужно не какой-то фикс платить, а платить процент. Если у вас просмотры есть, но мало переходов, то у вас плохой креатив. Вам нужно оптимизировать баннеры, вам нужно оптимизировать копирайт, то есть делать такие рекламные материалы, чтобы пользователь увидел их и захотел перейти. Если и просмотры, и переходы есть, но мало конверсий, значит проблема в вашем лендинге. И вот если первые две части можно еще как-то там на вебмастеров переложить и сказать, что это вы делаете плохо, то есть вы могли бы сделать нам баннеры получше, то последние два этапа воронки продаж это сугубо зона вашей ответственности. То есть если у вас плохой лендинг и люди не хотят у вас покупать, вам не поможет CPA. В любом случае вам нужно оптимизировать бизнес-процессы. Если у вас есть и просмотры, и переходы, и конверсии, но мало повторных конверсий, значит все дело в ваших бизнес-процессах. На самом деле очень часто сталкивался даже с крупными системными компаниями, которые делают первую продажу, но у них уже неохота покупать по новой. И причем даже дело не в продаже на сайте. Вот яркий пример компания Tuborg. В соцсетях они там размещали на 1 апреля, шуточку надо было разместить, я люблю шутить, я им шуточку разместил и победил. Вот сегодня 16 число, как бы приз до сих пор идет. Мне это и приз тот в принципе не нужен был, но сам подход, что вот компания Tuborg вроде бы известная, могли бы как-то подсуетиться, быстрее все сделать, а на самом деле они получили негатив на 2000 человек. Как хитрят вебы и партнерки? Самая крутая тема, но на нее можно еще на самом деле 20 минут выделять, но я расскажу вкратце, и потом, кстати, будет еще один сюрприз, самый главный, который позволит вам узнать больше. Использование запрещенных видов трафика. То есть вы запрещаете мотивированный трафик или вы запрещаете контекст на бренд. Пока вы сидите на работе с 8 утра до 6 вечера, это все нормально, это все работает. Как только вы идете домой, там с домашнего компьютера запускаете, оп, контекст на бренд поймали. Ну хорошо, если поймали, плохо, если как бы вы за это платите, но вы за это не обязаны платить. Следующая штука – это ремаркетинг по всему трафику. Сам по себе ремаркетинг ничего плохого не несет. Но если вебмастер приводит вам тысячу клиентов, а вы даете ему доступы на весь ваш трафик в 100 тысяч клиентов, естественно, он с этих 99 будет приводить вам дополнительных клиентов, брать за это деньги, хотя это ваши деньги, вы не должны за это платить ни в коем случае. Ну и третья штука – это куки-стаффинг. За куки-стаффинг я предлагаю почитать в интернете, потому что тема с одной стороны интересная, с другой стороны тяжелая. Но я не уверен, что я просто могу вам сейчас рассказывать о джаваскриптах, которые там лежат на стороне клиента, на стороне сервера. Вот, поэтому просто вот куки-стаффинг, но вы у себя пометочку сделали, что если вы хотите запускать CPA, вам нужно обязательно об этом прочесть. Никогда не забывайте о лояльности. Вот в каждой презентации я об одном и том же говорю. Довольный клиент запомнит вас навсегда, посоветует друзьям и купит еще раз. Вот эта фраза, она просто стара как мир, она работает сейчас и завтра, когда мы будем переговариваться вот пальцами там с людьми, она будет тоже работать, потому что лояльность – это… Маркетинг вообще – это вот две части психологии. Это математика и психология. То есть если какие-то математические данные, математический анализ вы знаете, но не знаете психологии, вот лояльность, CRM-системы, то у вас не получится полноценный маркетинг. У вас получится вот аналитика. И точно так же наоборот. Если вы знаете только психологическую составляющую, но не знаете цифры, то у вас получится гипотеза бесконечная, которую вы так и не примените в жизни. У меня на сегодня все. И как раз вот обещал самую интересную штучку. Я вот минут 10-15 еще вот в этом углу зала буду находиться. Те, кто действительно проактивный, те, кто хочет запускать свои CPA-партнерки, вы можете просто оставить мне визиточку, и до воскресенья я обещаю прислать вам полный чек-лист, который вам расскажет о том, вот пошагово как запустить интернет-проект. Мало того, я посмотрю на ваш бизнес, и я вам напишу, каких подводных камней следует избегать. Ну и в конце концов родители просили меня сделать селфишечку. Я просто им отказать не могу. Так что вы уже извините. На фоне ковра. Ковра нет, будем на фоне людей. На фоне 800 человек тоже хорошо. Это круче, чем на вручении Оскара. Так, проверочка. А если вы на визитке Кости напишите номер кредитной карты, банковской карты, то он еще рассмотрит возможность выдачи кредита. Кстати, да, мы вам это, к скорингу добавим какие-то бонусные пункты. Ну ты пока представляй, я все запущу. Ну мы тебя ждем. Вот как обычно, знаете. Ладно, селфи-палку отменяем. Будем делать все старыми методами. Знаешь, сейчас мода появилась новая, это селфи-обувь. Селфи-палка. Селфи-обувь. Так, давайте помашем родителям. Они все-таки меня воспитали. Ты понимаешь, что тебе придется всех людей на фотографии отметить? Конечно, с радостью все это сделаем. Так, и контрольный выстрел. И будем закругляться. Рукой помашить, пожалуйста. Спасибо большое, у меня на сегодня все. Продолжение следует...